Вам приходится ездить в старые маршрутки с неисправной дверью или в забитом людьми салоне? В лучшем случае это может закончиться легким ушибом, а в худшем вы можете даже погибнуть. Сегодня наш эксперт, юрист Михаил Престижнюк, подскажет, как воспользоваться услугами общественного транспорта и при этом остаться в живых. Огромное количество обращений на наш форум, писем в адрес Себу де Добро приходят, и это связано именно с проблемами общественного транспорта. Неудивительно, ведь практически все люди постоянно или периодически пользуются услугами общественного транспорта и прежде всего маршруток. Сегодня я обязательно поделюсь юридическими хитростями, благодаря которым вы сможете добиться возмещения ущерба и справедливого наказания виновных в том, что вы пострадали в давке в маршрутке, во время резкого торможения или во время выхода из общественного транспорта и даже на остановке. А также мы покажем вам, как отстоять свои права, если вам приходится ездить в забитой маршрутке. Состояние общественного транспорта в Украине просто ужасное. И вот мне не так давно попался материал на глаза, который просто не может оставить безразличным. В Одесской области умерла 18-летняя девушка. Как это произошло? Она тихо, мирно возвращалась со своим парнем с аттракционов, села в маршрутное такси. Там, судя по всему, была сломана дверь или она была в неисправном состоянии. Девушка, скорее всего, оперлась об входную дверь и на одном из поворотов она вылетела из маршрутного такси. Через 6 дней она, к огромному сожалению, умерла. Это ужасно. Ее парень, который ехал рядом, в момент, когда девушка вылетала, он попытался ее задержать и не смог. И мы понимаем с тобой, что это тоже психологическая травма, кроме того, что он потерял человека, близкого и родного. Но все действительно свелось. Я так понял, что семья, скорее всего, не стала заявлять. Хотя это все равно ДТП со смертельным исходом. И для водителя все закончилось условным сроком. При этом жизнь не вернешь, а ведь девушка просто хотела вернуться домой. Ситуации могут быть менее серьезные, чем этот трагический случай в Одессе. И тем не менее, бывает очень неприятно, когда мы, оказываясь фактически заложниками общественного транспорта, просто не знаем, как поступать, чтобы обезопасить себя и тех людей, с которыми мы едем. И в целом получается ужасная ситуация, потому что мы, прежде всего, не знаем ответа на вопрос, на ком лежит ответственность. В момент, когда ты заходишь в маршрутное такси, за тебя полную ответственность несет водитель. Я понимаю это следующим образом. Если ты садишься за руль автомобиля, ты должен проверить его техническое состояние. В правилах дорожного движения это пункт 2.3. То, что водитель не может тронуться с места, если он не уверен в техническом состоянии своего транспортного средства. Но я никогда не посажу свою жену в автомобиль, который на данный момент является неисправным. Водители чаще садят в свой салон 20, 30, 40, а бывает 50 человек, и ничего страшного. Едут, у него колесо отваливается, поэтому мы должны помнить, что водитель несет полную ответственность. Но в то же время и фирма-перевозчик тоже несет ответственность, потому что она в том числе отвечает и за водителя, как за наемного работника, и за свое транспортное средство. То есть, если мы заботимся о своем здоровье и безопасности, и видим, что маршрутка выглядит ненадлежащим образом, дверь не очень хорошо работает, нам бы на ней не ехать. Но мы едем, потому что нам надо ехать, и набивается куча народу, потому что всем нужно успеть на работу. А водитель вынужден в таких условиях работать, потому что иначе он потеряет работу, если скажет, я не поеду на неисправной маршрутке. Но я уверена, что мы сегодня разберемся, каким образом на каждом этапе эти проблемы можно решить. Безусловно. Прежде чем мы подробно во всем разберемся, я предлагаю выпить по чашечке кофе. Давай. И особенно актуален этот вопрос сейчас, потому что мы всей страной стремимся в Европу. В большинстве развитых европейских стран, на которые мы хотим равняться, общественный транспорт очень хорошо развит. А в Украине такое впечатление, что за последние десятилетия мы откатываемся назад. Один из водителей, который работает на киевской маршрутке, по понятным причинам анонимно прислал нам видеообращение, в котором рассказывает, каким образом администрация организации, в которой он работает, ущемляет его права как водителя. Давайте посмотрим. Последних 9 лет я работал водителем маршрутного такси на одном из загородных маршрутов. Год назад я уволился. Одной из причин моего увольнения стало ненадлежащее техническое обслуживание моего автомобиля. С руководством нашим сложно было разговаривать на предмет «дайте денег на ремонт автомобиля». Ну, вы же понимаете, как мы проходим техосмотр. Часто, густо, никто никуда не ездит, просто директор привозит техосмотр новый. Мы запчасти покупаем самые такие дешевые, потому что на дорогие качественные денег не хватает. Просто едешь, и бывает страшно. Машина просто реально сыпется на ходу. В связи с недостачей средств на нас повесили техническое обслуживание автомобиля. Там разговор короткий. Тебя что-то не устраивает? До свидания. Вот за воротами еще 10 человек стоит на твое место. Деньги не выделяются, аккумуляторы новые не закупаются. То есть они уже два срока выездили эти аккумуляторы, но мы на них продолжаем ездить. Два года назад мы ездили на одной машине с напарником. Мне отказали тормоза, он догнал впереди стоящий автомобиль. Как потом выяснилось, а наш автомобиль даже не был застрахован. Пришлось водителю заниматься ремонтом автомобиля, который он ударил. Глядя на это, я уже не мог там спокойно работать. Я не стал рисковать жизнью пассажиров, жизнью пешеходов. У меня семья, дети, я хочу спать спокойно. Фактически человеку пришлось уволиться с работы, потому что он не смог разрешить эту ситуацию. Но и продолжать работать в таких условиях он тоже не смог. В этой ситуации ему нужно было идти дальше, и он должен был эту ситуацию додавить. Каким образом? Всегда у руководителя есть кто-то выше. И вот эта вот лестница, она известна водителям, ну, как отчинаш. Водитель говорит тому же начальнику автобазы, если ты не услышишь меня, значит, я обращусь в Министерство инфраструктуры. Тот ему говорит, обращайся к кому хочешь, к хоть папе Римскому. Он идет и пишет заявление, либо он звонит на горячую линию Министерства инфраструктуры, ставит в известность об этом. Я бы ему советовал не останавливаться только на Министерстве инфраструктуры, потому что перевозчики очень сильно боятся потерять маршрут, ведь как они получают маршрут? Они выигрывают тендер, а на тендере они белые и пушистые, и дальше их ставят на маршрут, и они начинают ездить. Так вот, если водитель сообщает в общество по защите прав потребителя, общество по защите прав потребителя моментально их проверяет, штрафует за то, что услуги не соответствуют заявленным. И об этом становится известно в том числе и муниципальные власти. Их могут снять с маршрута. Ну и в крайнем случае есть антимонопольный комитет. Как это? Они удерживают маршрут, но не предоставляют нужные услуги, и при этом их никто не снимает. Значит, есть какая-то коррупционная схема. После этого обращения должны последовать какие-то действия. Можно ли проконтролировать, приняты меры по обращению или нет? Нашему водителю придет ответ через пять дней о том, что его заявление принято, о том, на кого оно распределено и кто этим вопросом будет заниматься. Через два месяца ему в письменном виде придет ответ о том, какие меры предприняты, что сделано и что будет дальше. А теперь давайте к нам, пассажирам, перейдем. Заходя в маршрутку, мы можем внешне оценить, насколько исправно то, что касается нас, пассажиров. Сидения, двери, самое главное. Может быть такая опасность. Дверь неисправна. Я это замечаю. Какие мои действия? Сразу выскакивать? Ты в лифт с сексуальным маньяком зайдешь? Дай подумать. Нет. Если ты видишь, что транспортное средство не отвечает установленным стандартам, а ты на глаз их определишь, болтаются кресла, двери не закрываются, грязища, подожди другую маршрутку. Но я бы сделал следующим образом. Подошел бы к водителю, сделал бы ему замечание о том, что происходит с маршрутным такси. Он бы сказал, не нравится, не езжай. Абсолютно верно. Для чего это сделать? Для того, чтобы ты могла записать данные его фирмы-перевозчика, записать номер телефона контактный и номер маршрутного такси. Желательно, конечно, если у тебя есть такая возможность, сфотографировать на телефон поломки и состояние внутреннее. Просишь остановить, пожалуйста, на остановке, выходишь. Звонишь туда же, в Министерство инфраструктуры, сообщаешь, что происходит на маршруте таком-то, фиксируешь время, когда это происходило, и делаешь им устное заявление. В том числе ты в этот момент можешь сказать, что у тебя есть материальное подтверждение. То есть фотографии, может быть, даже ваш разговор с водителем, если ты успела включить диктофон. Это может пригодиться. Они, скорее всего, скажут выслать им это. Ты им просто это все высылаешь, им это поможет принять решение быстрее, проще и отреагировать на твое заявление более четко. Таким образом, каждый из нас может сделать все возможное, чтобы неисправных маршруток в городе стало меньше. Я вижу, что наши гости с интересом воспринимают тему и есть вопросы. Я был свидетелем ДТП именно в маршрутке по вине водителя, по вине халатного отношения, и в том числе неисправного технического состояния. Во время выезда на перекресток загорелся желтый свет. Водитель должен был затормозить, но он нажал на газ, и маршрутка рванула. Колесо попало в яму, и произошел такой сильный толчок, и дедушка, пассажир, выпал через задние двери на проезжую часть из-за того, что не были исправны задние двери, и получил повреждение. И что вы в этой ситуации сделали? Ну, конечно, я не растерялся, я вызвал ДАИ. А водитель как отреагировал? Водителю пришлось дать объяснение сотрудникам ДАИ, но вызывал ДАИ я. Вы правильно поступили. Вот это очень правильная позиция и правильное решение. Потому что в такой ситуации ГАИ принимает заявление о ДТП, выезжает на место и разбирается. И в данном случае наш гость – это свидетель произошедшего. То есть он может дать полное пояснение того, что произошло, а человек, который выпал, он является пострадавшей стороной. То есть не у него напрямую спрашивают, потому что человек, скорее всего, находится в шоковом состоянии. Первое, что нужно сделать при ДТП – вызвать скорую помощь и вызвать ГАИ. Желательно, чтобы вы дождались приезда и скорой помощи, и сотрудников ГАИ. Для того, чтобы дать пояснение, ну и поддержать человека, который является потерпевшей стороной. К сожалению, это не единичная ситуация. Я была свидетелем того, как, пытаясь зайти в маршрутку, мужчина просто выпал, а водитель начинает как будто бы ехать, ну, в общем, не обращая внимания на то, что происходит. Это тоже ДТП. Это тоже ДТП. Когда водитель трогается с места, человек не успевает выйти, не успевает зайти, получает какие-то увечья, пусть даже легкие. Что бы ни происходило, водитель должен остановить свое транспортное средство и спросить, я прошу прощения, что произошло, нужна ли вам помощь, достать аптечку, если он нанес какие-то увечья. Не нужно относиться к этому так халатно, потому что ушибы бывают внутреннего характера. И вы сейчас почувствовали резкую боль, потом она отпустила, а через несколько дней у вас отек мозга или разрыв внутренних органов. И вы уже ничего не докажете. Если водитель не остановился, значит, он сбежал с места происшествия. Вы должны взять свидетелей и зафиксировать этот факт. И еще один очень важный момент. Многие прибегают к такому способу, очень действенному. Сразу достает портмоне, если увидел зубастого пешехода или зубастого потерпевшего, который начинает кричать о том, что все, тебе конец, я тебя накажу. Достает бумажку и говорит, возьми, пожалуйста, там 500 гривен, я прошу прощения. С одной стороны, да, вы отомщены, финансово вы уже в прибыли, вы смотрите на свой синяк и все отлично. Но я бы не советовал вам договариваться на месте, потому что через тех же два дня, когда у вас будет выявлено гораздо более серьезное увечие, вы уже не сможете доказать, что это был этот водитель. И вы уже никак не сможете его притянуть к себе, чтобы он помогал вам пройти через вот этот вот страшный реабилитационный период. Поэтому если водитель пытается откупиться от вас, я бы все равно советовал вам вызвать ГАИ и зафиксировать все это на бумагу. А если пассажир вызвал ГАИ, а водитель маршрутки взял и уехал, не дожидаясь инспекторов? Сразу мы должны с тобой понимать, что он совершил преступление. Он скрылся с места ДТП. Если человек находится в беспомощном состоянии, и он его оставил, это оставление в опасности. Это статья 135 Уголовного кодекса. Не дай бог, если человек умер, это срок, сразу говорю. Если же он просто скрылся с места ДТП, это административное правонарушение. Там есть понятие штрафов, там есть понятие административного ареста. Прежде всего, к чему прибегает суд очень часто, это лишение прав на срок от трех месяцев до полугода. А бывает, если это второй или третий раз такое нарушение, то его могут лишить и на год, и на полтора. Для водителя, который этим зарабатывает, для него лишение прав – это фактически все. Но как доказать человеку, который, например, выпал из маршрутки и получил травмы, что он получил эти травмы не раньше, например? Значит, первое материальное доказательство – это свидетельские показания. Если увидели такое, включайте телефон, начинайте фиксироваться. Это очень сильно помогает. Что еще можно сейчас сделать? Практически на 50% транспортных средств установлены видеорегистраторы. Пройдитесь после того, что с вами произошло, вдоль машин, которые стоят неподалеку от места происшествия. На одной из них, я уверен, будет видеорегистратор. Вы можете найти хозяина этого транспортного средства, обратиться к нему с просьбой. Просто запишите время, когда это происходит, чтобы не просматривать всю пленку. Вы обращаетесь к нему, и он вам предоставит этот отрезок, когда происходила ситуация с вами. Это хорошее материальное доказательство, в том числе и для разбирательства в судебной инстанции. Пока вы ждете ГАИ, я бы определился с ушибами и ссадинами, и увечьями, которые вам нанесла эта ситуация. Желательно вызвать скорую, для того, чтобы они это и описали. Но, в принципе, вы можете об этом уведомить и сотрудника ГАИ, который, безусловно, вас отправит на освидетельствование в ближайшую больницу, в которой вас снимут побои. Очень важный момент. Когда приезжает ГАИ, берете блокнот или телефон и записываете их данные. Фамилия, имя, отчество, кто брал показания, его звание, должность, из какого он райотдела. И фамилия, имя, отчество свидетелей, которых он опрашивает, тоже. Я бы вам посоветовал еще немного блефануть, для того, чтобы он понимал, что вы человек зубастый. И сказать, что... Как вас зовут? Я прошу прощения. Иван Иванович. Иван Иванович, да. А ваше звание, при этом вы говорите по телефону, да. Да, там, Николай Петрович, да-да. Вот такой-то, такой-то, да. Да это я с адвокатом со своим разговаривал. Да-да, спасибо. Да не, ничего, ничего. Я просто советовался, как дальше мне поступать. Этого достаточно. Ну и, как минимум, у него уже нет желания поступать противоправно. В случае, если доказана вина, нужно выплатить материальную компенсацию. От кого ждать этих денег? Фирма-перевозчик всегда страхует свои транспортные средства. Это гражданская ответственность. И суммы там достаточно серьезные. Нет ни одного маршрутного такси, которое бы ездило без вот этой вот страховки. Нужно собирать материальное подтверждение ваших растрат. Со слов это не считается. Я потратила на ножпу 200 гривен, мне аналгин стоил 500 гривен. У вас есть предписание врача, вы по этому предписанию идете в аптеку, вы отовариваетесь, берете чек, прикалываете к предписанию и впоследствии, если не дойдет до суда, то вы просто предоставляете страховой компании фирмы-перевозчика свой счет и они вам его оплачивают. То есть материальную ответственность в этой ситуации несет фирма-перевозчик, а не водитель? Водитель несет в том случае, если это по его вине, ну то есть если он лично совершил наезд, это его персональная ответственность. Это уже не административное правонарушение. И это уже не подпадает под границы предоставления некачественных услуг. Но если вы не взяли билетик, пусть водитель лучше на вас разозлится, но если вы не взяли билетик, тебя не было в маршрутке, ты ничего не докажешь. Билетик это фактически корешок для страховой компании, потому что у каждого маршрутного такси свой билет, поэтому всегда берите билетик. Есть еще одна проблема, очень распространенная, особенно в час пик в больших городах, это переполненные маршрутки. Есть еще у вас вопросы? Пожалуйста. Мне часто приходится ездить переполненными маршрутками. Ну, был такой случай недавно, девушка заскочила в переполненную маршрутку, водитель закрыл дверь и прищемил ей, видимо, ногу. Она так взвизнула, никто не отреагировал, и он несколько метров проехал. Девушка, конечно, была там в шоке. Ну, мне приходилось по ходу обращаться к водителям, чтобы не напивали маршрутки. Ну, в лучшем случае просто молчали, игнорировали. Иногда хамили. Вот как защитить свои права в таком случае? В данной ситуации нужно обратиться в Министерство инфраструктуры и в городскую администрацию с заявлением, в котором будет требование увеличить количество маршрутных такси на том или ином маршруте. Чем больше будет таких заявлений, тем больше вероятность того, что власть отреагирует на это. Потому что если эта заявка будет единична, ну, это только ваше частное недовольство. Если этих заявок будет 20, 30, 40, 50, на них отреагируют. А как правильно это сделать, вы сейчас увидите. Наш журналист позвонила в контактный центр города Киева, представившись студенткой, и оставила свою жалобу о переполненном транспорте на одном из маршрутов города. Давайте посмотрим, как это происходило. Я бы хотела оставить свою заяву с приводу качества дать транспортных услуг. Мне часто доводится ездить 455 маршруткой, в ней просто неможливо сести. Если я седаю на Салютній, то я вообще иногда не могу сести на Салютній, и до Шулявки там ледь доезжаю. Какое время вы сидите, примерно? Я седаю приблизно 8.30 ранку, або 9.00 ранку, ну, там, сьогодні о 9.00 и 10.00 я седала. И когда я вернусь домой, то это десь 6.00 вечера, то я тоже не могу сести. Получается, у нас время попадает час пик. Одногрупницы в меня ездят тоже на навчание, и, ну, они фактически седают на кинцевой зупинке, и они говорят, что уже прямо там. Мы же полностью, там, немае места ни сидячих, ни стоячих. Ну, чи, может, просто опустить там больше транспортных засобов? По цьому маршруту? Да, можно попытаться, конечно. Мы отправляем руководство, значит, этой маршрутки по поводу вашего звернення. Вы будете принимать меры. Может быть, уменьшить интервал, может быть, увеличить количество этих маршруток. Я хочу отримать письмовую ответ. Можно направить вам письменный ответ на ваш почтовый адр. То есть, в целом законопроизведение граждан дается, как минимум, две недели. Вот будет ответ, во-вторых, какие меры будут приняты. И, в-третьих, что руководство этой организации, то есть, именно этого маршрута приняло я. Дякую. Мы через две недели получили вот такое письмо от коммунальных служб перевозок, исполнительного органа Киевского городского совета. Миша, ты прокомментируешь это письмо? С удовольствием. Я так люблю ответы из инстанций. О, вот очень классно. За результатами расследования, поведомляем. Дальше они пишут, что происходит в городе Киеве. Маршрут такой, тогда все хорошо. Водночас, ваше звернение было доведено до перевозника. Ему было запропоновано провести додатковое выучение существующего пассажирского попыта на маршрутке и, по можливости, сбежит и кильки струхомого складу. Могу сказать, что это маленькая победа. Возможно, он увеличит количество этих маршруток. Скажу тебе так, из информации внутреннего пользования. Когда они этот вопрос рассматривали, позвонили перевозчику и сказали, тебе нужно еще на пять маршрутных такси больше, или мы вынуждены будем новый тендер проводить. И тот человек, который звонил, скорее всего, он заинтересован в том, чтобы на маршруте оставалась именно эта фирма-перевозчик. Но на самом деле нам с вами все равно. Главное, чтобы на пять маршруток стало больше. Поэтому чем больше обращений, тем больше решения наших проблем. Есть еще история, которую вы хотите поделиться? Вот, пожалуйста, молодой человек. Я живу в Вишневом, и моим землякам все же удалось улучшить транспортную ситуацию. А как? У нас дело в том, что маршрутки раньше с Вишневого в Киев ездили приблизительно один раз в час. Но на остановках приходилось стоять по два часа и более. Маршрутки были постоянно забиты. Они отъезжали у нас уже на спущенных колесах. Но мы писали жалобы в администрацию, в разные инстанции. Нам отвечали, отвечали, но реакции от властей не было практически никакой. Слова были, действий нет? Да, да, да. Просто были слова, пустые слова. Но мы выявили один урок. Неважно, пишете ли вы коллективно, либо индивидуально. Нужно просто постоянно писать. А сколько вы писали? Приблизительно, наверное, месяцев 5-6 прошло. И у нас сейчас транспортная ситуация вообще хорошая. У нас каждые 15 минут ходят маршрутки, и уже нету такого коллапса. Какие же вы молодцы! Очень важно иметь твердую гражданскую позицию и активно, дружно бороться за свои права. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok